Жителям высотных многоквартирных домов часто приходится сталкиваться с проблемой неработающих или регулярно ломающихся лифтов. Бывают случаи, когда от сбоя оборудования жильцы страдают несколько дней, недель, а то и месяцев. Так случилось и с жителями многоэтажного дома в 29-м микрорайоне. Уже продолжительный период времени люди, большинство из которых пенсионеры, поднимаются до своих квартир пешком. Анастасия Москаленко выяснила, что делать, если в доме плохо работает лифт и куда обращаться в случае поломки и неисправной работы. Около 30 лет лифты в данном доме работали исправно, но по окончанию срока службы их решили заменить на новые современные. Несмотря на то, что кабины только внешне выглядят привлекательно, они систематически выходят из строя, что доставляет дискомфорт жителям подъезда. Сергей Краснов проживает в этом доме почти с момента постройки. За весь период не помнит случаев, когда лифт не работал. Никаких проблем с перевозкой пассажиров не было, но с момента замены кабины жители второго подъезда нормально пользоваться лифтовым оборудованием не могут. Было как замена туда-сюда, а вот полтора месяца мы мучаемся, вызываем мастеров, они приходят, что-то подделают. То был какой-то брак, там вроде как привезли запчасть, поменяли, но он все равно путем не работает. Ну и все тут пенсионеров больше множество. У меня теща, у нее 76 лет, вот она на восьмой этаж ходит пешком. Дед у меня еще, он не ходит, он если встанет, сразу равновесие теряет, он не ходит. Значит, для него нужно носить, для себя нужно носить. И я уже не знаю, каким образом в магазин сбегать, я на бюро потом еле-еле. Ну, я единственная, знаете, как приспособилась, вот думаю, первый этаж не этаж, значит, я его быстро прохожу. Второй этаж тоже не этаж. Жильцы многоквартирного дома пытались разрешить эту проблему собственными силами. Но, как и бывает в большинстве случаев, их отправляли по всевозможным бюрократическим инстанциям. Подрядная организация, которая занималась установкой оборудования, переадресовывала в управляющую компанию. Те, в свою очередь, отвечали, что с этим вопросом помочь не могут. Вопрос в чем, пожалуйста. 29-й микрорайон, 15-й дом. Дом 15, лифт идет в капремонте, и Арус не ко мне. Лифт на капремонте стоит, мы акт не подписали. Именно по этому вопросу второй подъезд не ходит лифт, мы акт не подписали. А вот документы, посмотрите. Ну, между вами и Патриарной организации. Посмотреть, а в чем документы? Есть письмо, вы его можете снять, что мы документы подписывать не будем, снимите письмо. Да, конечно. Пожалуйста, пройдите, снимите в приемное письмо. Мы его снимем. Мы написали письмо, что акты подписаны не будут, пока они заработают лифт, нормально. Во втором подъезде все. Что же касается подрядной организации. За поставку и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов отвечает Мосрегионлифт. По словам представителя компании, дефект работы лифта выявился сразу после запуска оборудования. Меры реагирования были приняты сразу после поступления претензий из управляющей организации, обслуживающей этот многоквартирный дом. В настоящий момент работы по тому полностью завершены. То есть работы приняты. Весь пакет исполнительной документации, включая паспорт лифта и декларация соответствия переда управляющей организацией. Управляющая организация обязана настроить систему диспетчерского контроля, обеспечить проведение осмотров, ремонт, аварийное обслуживание, в том числе после замены оборудования. Однако, если добиться ответа жильцам дома не удается, необходимо подать жалобу в Ростехнадзор. Орган проведет проверку и выдаст обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.